В совещании прошло с участием представителей ПАО «Мосэнергофилиалов» компании «Мособлгаз.Восток» главы города и его заместителей. Одним из главных вопросов, который принимался на совещании, жители города не раз задавали на встречах с главой. Во время встречи с главой города жители юго-западного микрорайона озвучили важные для них вопросы. Жителей сейчас достаточно много, участки покупаются, все строятся, очень много участков разработано. Мы в том числе строимся, мы планируем там жить, и тучное отопление, электрическое, это уже как-то вроде бы 21 века. Давайте отвечаем ваш вопрос. Да, есть проблема. Проблема с 2013 года. И на сегодняшний день она уже как 6 лет существует в Электрогорске. Не откладывая решение вопроса в долгий ящик, через неделю глава города, представители администрации и соответствующих служб встретились с людьми, чтобы обсудить освоение земельных участков, выделенных под индивидуальное строительство. Расскажите ситуацию по поводу газа. На данный момент ГРС как бы исчерпала свои возможности. ГРС находится в Ветнии и Газпром. На данный момент, насколько мне известно, ведутся разговоры, ну уже в принципе составлен план о ее реконструкции. В 2022 году она как бы закрывается на реконструкцию и будет увеличение мощности. В соответствии с этим появятся новые объекты для возможности газификации. Вместе с министром собравшиеся рассмотрели возможные варианты по увеличению лимитов газоснабжения, а также модернизации всей коммунальной сферы города. Какие вопросы сегодня с коллегами обсудили? Ну, это рабочая поездка по территориям. Мы это делаем еженедельно в Министерстве энергетики. Сегодня обсуждали три основных вопроса. Первый вопрос – это вывод ГРС-3 из электрической выработки, то есть перевод ее на выработку по теплу, то есть водогрейный режим. Второй вопрос – это эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения. С ТСК МОСЭНЕРГО мы обсудили. И третий вопрос – это обеспечение газом на территории. Это закрытая ГРС сегодня, которая работает на пределе своей мощности. Варианты увеличения поставки газа в городской округ. Для решения вопросов, которые поднимались на совещание, городу будет оказано соответствие со стороны правительства Московской области. Для выполнения всех поставленных задач администрации города предстоит подготовить необходимую документацию и направить ее в соответствующее ведомство.